Улица Молотобольская на один вечер превратилась в школу шахмат под предводительством опытных мастеров. Сеанс одновременной игры на нескольких десятках досок можно назвать групповым уроком, где собрались как профессионалы, так и любители. Мой ребенок занимается шахматами и невольно, даже если ты ничего не понимаешь о шахматах, но когда тренер разбирает с ребенком партию, это очень интересно. И кажется, что ты все понимаешь, что такие сражения интересные, думаешь, ну как же ты там не увидел, как нужно было сходить, там это действительно нужно было так сходить. По правилам профессионал ходит от доски к доске и делает ходы за белые фигуры. Ограничений по времени нет, главное доиграть партию, поэтому где-то шахматист может задержаться, чтобы подумать. Кстати, каждый мастер сеанс ведет по-своему. Кто-то держит в голове все позиции, а кто-то надеется на мастерство. Если есть опыт, то мне, например, достаточно легко все это удерживать в голове, я могу делать ход абсолютно интуитивно, не рассчитывая варианты. А моим соперникам приходится напрягаться, постоянно прилагать максимум усилий, чтобы бороться. Но опять же, если никогда человек не играл в сеансах, даже профессиональный шахматист, ему будет достаточно сложно проявить себя. Сеанс одновременной игры был придуман скорее как развлекательный формат шахмат, позволяющий показать, насколько удивителен человеческий мозг. Однако есть в этом и обучающий элемент. Я записываю ходы, чтобы проанализировать потом партию дома и улучшать качество игры. А через что будешь анализировать? Сам через себя, еще через токфиш можно. Такой компьютерный. Вот. Несмотря на то, что многие игроки регистрировались заранее, на свободное место можно было сесть любому прохожему. Кстати, большинство участников – дети. Они узнали о мероприятии с шахматных кружков. Несмотря на большую разницу в возрасте и мастерстве, таких соперников нельзя недооценивать. Например, 10-летний Давид мастера Фиде обыграл и получил за это подарок – биографию Бориса Гельфанда. Она решила напасть конем на ферзя и слона. Но не заметила, как я нападал на пешку. И этим способом я поставил мат. Она была в рокировке. Вообще, Международный день шахмат в Алтайском крае настолько масштабно отметили впервые. Началось все с соревнований в Ребрихе. Еще в краевой столице были баталии в Блице. Сеансы одновременной игры, помимо Барнаульского Арбата, прошли также в Изумрудном. Мы проводили локальные турниры, мы проводили сеансы одновременной игры у нас. Но это были такие очень точечные события, как правило, только в Барнауле. Сегодня у нас, например, еще и в Биске проходит два сеанса одновременной игры. Там тоже на центральной площади. Продолжение шахматного праздника будет уже на этих выходных. В Барнауле начнется сразу два этапа Кубка России по классике. Один для мужчин, другой для женщин. Общий призовой фонд составит более миллиона рублей. Данил Кузнецов. День с толком.